Сегодняшний концерт идет у нас в хорошем ритме, в хорошем темпе. Никто из артистов не опоздал, не сдержался. Все пришли вовремя. Это ведь ужасно, когда кто-то опаздывает, кто-то задерживается, кто-то заставляет тебя ждать. Этим, по-моему, преимущественно занимаются девушки на свиданиях. Я по себе знаю. Так бывает иногда, ждешь, ждешь, но хотя бы пришла, сказала, я опоздай на 40 минут, и шла бы дальше по своим делам, правда? А хорошо бы возле каждых часов, где происходит свидание, репродуктор установить. Если случается задержка, чтобы диспетчер сообщал, скажем, уважаемый Коля, ваша девушка на подходе. Смело покупайте мороженое, гарантируем, не растает. Или уважаемый Вася, ваша Маша зашла в ателье, вот-вот придет, пока сходить в кино на судьбу Резидента 2 серии. Жизнь много преподносит смешного, успевай только замечать. Я все смешное записываю вот в эту книжку Курьезов. Я вам сейчас несколько историй прочитаю. Вот, например, такая, отец обращается к сыну. Ну как, сынок, тебя в школе сегодня вызывали? Вызывали, завтра вызывает тебя. СМЕХ А вот еще один забавный случай про попугая. В зоомагазине полная дама выбирает попугая. Продавец советует ей выбрать именно этого. Он очень хорошо умеет разговаривать. Она к нему подходит и спрашивает. Ну что, дврачок, ты действительно умеешь хорошо разговаривать? Да, умею, отвечает попугай. А ты, дурочка, умеешь летать? СМЕХ Папочка, папочка, а почему ты женялся на мамочке? Видишь, сказал муж жене. Даже ребенок недоумевает, почему я это сделал. А вот большой добродушный пес лизнул ребенка. Ребенок испугался, заплакал. Мать скричала. Он тебя укусил? Нет, сказал ребенок. Он меня попробовал. Маленькая Леночка нарисовала человечка. Леночка, кого ты нарисовала? Это я дядя Коля нарисовала. Почему же у него волосы рыжие? У меня нет лысого карандаша.